Сегодня состоялось долгожданное открытие многофункциональных спортивных площадок, реконструкция которых прошла в рамках губернаторского проекта на условиях долевого софинансирования 50 на 50. Сейчас мы находимся на Красноармейском 80 и вот сегодня у нас прошло открытие. Здесь большая на самом деле была проведена работа, здесь замена всего асфальтного покрытия, здесь новое асфальтовое покрытие, новое резиновое покрытие, новое спортивное оборудование, ну практически осталось старое это ограждение, а так здесь все новое стоит, которое прослужит еще не один, надеюсь, десяток лет. Благодаря специализированным разметкам на площадках могут тренироваться подростки, а также взрослые по различным видам спорта. Что же касается тренажеров, которые были здесь ранее, начальник отдела по физической культуре и спорту пояснил следующее. Здесь ранее были установлены тренажеры, но они пришли в негодность и мы их демонтировали. Но по просьбе жителей, ну и вообще развития спорта мы будем изыскивать возможность вернуть сюда и тренажеры, и турники. И также на Макровского 33 там тоже со временем поставим еще тренажеры, еще площадку эту будем развивать, сейчас там ограждения приводим в порядок. И получится две замечательные, я хочу сказать, мы везде ставили уже, у нас в городе таких шесть площадок. Но ранее мы ставили на спортивном комплексе, спортивной школе, а сейчас именно на площадках по месту жительства. Спортивные площадки замечательные у нас в городе появились две. Всего на балансе муниципалитета находится 24 спортивных площадки. И по словам Александра Сапина, со временем они также будут приведены в надлежащее состояние. Ивана Пажельцева, Александр Кучец, Азов.Инфо.